Эффективное функционирование системы рассмотрения обращения граждан. Сегодня народные приемные координируют деятельность всех органов государственной власти и управления по поддержанию прямого диалога с народом, своевременному выявлению и оперативному решению насущных проблем граждан на местах. Общественными приемными охвачены все регионы республики. Репортаж Шухурата Шакирова из Самаркандской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Внимание акцентируется на строительстве в центре района угольного склада. Есть железная дорога и другая для этого необходимая инфраструктура. Пока уголь доходит до нашей территории, его себестоимость повышается в два раза. Недалеко от нашего села проходит железнодорожная магистраль. Просим построить там угольный склад или базу. До прихода в народную приемную мы глубоко изучили потребность в твердом топливе. На днях мы отправили в область 25 вагонов с углем. Вчера отгрузили еще 50 вагонов, которые будут доставлены сегодня. Что же касается Нурабада, то выберем подходящее место и до Нового года построим склад, что послужит решению вопроса по обеспечению теплом домов населения. После обращения твердым топливом обеспечили жителей кишлака Сариколь Нурабадского района. В тот же день на основе обращения Резамата Сафарова населению махалинского схода граждан Сазарон доставили жиженый газ. С учетом имеющихся потребностей решено выделить еще один специальный автотранспорт для перевозки газовых баллонов. После недавнего дождя улица Махали Чандраобот Пастаргамского района утопает в грязи, превратившись в настоящее болото. И так каждый раз. Приходится месить грязь, трудно передвигаться. Представители Государственного комитета по автомобильным дорогам лично убедились в этом. В итоге на улицах Ишонч и Зелолбах начались практические действия. В короткие сроки их покрыли гравием. Такая же работа выполнена и на улицах Махалинского схода граждан Кулимухов с Амаркандского района. Три садебные земли – один из основных источников дохода сеча. Важное при этом значение имеет обеспеченность поливной водой. Для чего необходимо держать в надлежащем виде арыки и коллекторы. Ответственные лица Министерства водного хозяйства всесторонне рассмотрели поступившие на этот счет обращения и приступили к их решению. К примеру, после обращения Карима Туропова принято мера по очистке около 3,5-километрового участка, пролегающего по территории массива Штраф города Самарканд, арыка Эхлон, который был заполнен песком и илом, что в свою очередь значительно снижало пропускную способность ирригационной ветки. Теперь же поливной водой в достаточном объеме будут обеспечены 340 гектаров приусадебных земель, 670 домохозяйств, 8 махалей и 220 гектаров пассивных площадей, 10 фермерских хозяйств. Немало острых вопросов решались и в коммунальной сфере. В частности, протягивают 3,5-километровую водопроводную линию, что обеспечит питьевой водой в полном объеме более чем 2,5-тысячное население Кишлака. Канюгиль Самаркандского района. Ранее жителям массива Сартипа города Самарканд давали воду по 4-5 часов в сутки, после излечения обновляя 4,5-километровую сеть, что обеспечит стабильную подачу питьевой воды более чем 3,5-тысячному населению. В процессе открытых диалогов рассмотрен вопрос реализации целого ряда таких проектов. Ответственные лица Верховного суда рассмотрели 98 обращений граждан. В рамках проведенных выездных судебных заседаний условно-досрочно освобождены 17 заключенных. Еще четырем лицам назначенные наказания заменили на более легкие виды. Они вернулись домой к своим семьям. Социальная сфера. Ей также уделяется отдельное внимание. Рафауат Аследзинова из Махалинского схода граждан Матурид города Самарканд организовала семейный детский садик на 25 мест. Появилась потребность расширения деятельности, для чего необходим договор с Министерством дошкольного образования. После обращения соответствующее соглашение было достигнуто. Тем самым дополнительно будет создано четыре рабочих места и охват детей увеличится в два раза. В первый день общественных приемов рассмотрено 539 вопросов обратившихся 535 граждан из областного центра Самаркандского, Пасдаргамского и Нурабадского районов. На месте решены 235. По 42 даны правовые разъяснения. 262 взяты под контроль. В заключении в разрезе секторов сфер заслушаны соответствующие отчеты касательно работы с обращениями граждан. И критически проанализирована деятельность в этом направлении. Открытые идеологии в регионе продолжаются. Более подробно о них расскажем в наших последующих репортажах.